Тем, кто посчитал, сегодня можно провести какой-либо, так сказать, праздник. И мне хочется рассказать им небольшую притчу. Однажды мышь заметила, что хозяин фермера установил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. А те сказали, мышеловка, это твоя проблема, она нас совершенно не касается. Через какое-то время в мышеловку попала змея и укусила жену фермера. Чтобы облегчить ее состояние, зарезали курицу и сварили ей суп. Потом ее состояние ухудшилось, стали приезжать многочисленные родственники, закололи барану, чтобы их накормить. Но и в конце концов она умерла, пришлось зарезать корову, чтобы ее достойно похоронить. А мышь в это время смотрела в дырочку в стене дома и думала о вещах, которые совершенно никого не касаются. Мораль, если вы думаете, что что-то вас не касается напрямую, это не значит, что это что-то не ударит вас по голове. У всех нас есть свой дом. И каждый из нас хочет, чтобы его дом был чистым и безопасным. Мы хотим жить долго и не болеть, дышать свежим воздухом и питаться натуральными безопасными продуктами. Бернард Шоу сказал, мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы. Но не научились жить на земле, как люди. Жить на земле, как люди, это значит слышать и слушать друг друга. Действовать по закону и в интересах людей. Пора остановиться и задуматься, какое наследство мы передадим нашим детям. Свалка это серьезный источник экологической безопасности. Мусорный полигон это мина замедленного действия, которая будет действовать десятки лет, нанося огромный экологический и социальный ущерб. Ни Кипоровский район, ни Помойка. Я против того, чтобы к нам сюда привозили мусор из других районов нашей области. Наш президент сказал, что в скором времени начнет действовать программа «Чистая Россия». Мне очень хочется, чтобы в «Чистой России» был чистый Никифоровский район. Давайте сделаем все для того, чтобы наши дети дышали ароматами цветов. Чтобы они слышали пение птиц, купались в реке, в которой мы купались в детстве. Мы ходили по мягкой траве и наслаждались рассветом. Мы должны передать нашим детям и внукам чистую и прекрасную землю. Что касается нашей ситуации, то здесь необходимо прежде всего дать правовую оценку законности реконструкции этого полигона. Надо провести независимую экологическую экспертизу. И необходимо запретить, завозить сюда мусор из других районов области. И если тем, кто, от кого зависит принятие этого решения, недостаточно сегодняшнего мероприятия, то необходимо провести местный референдум, чтобы каждый житель мог высказать свою поддержку.